Ребят, я снова с вами, и у нас чрезвычайная ситуация. Это настоящая чрезвычайная ситуация, за которой нам следует пристально наблюдать. Почему? Потому что это про Binance. Очень и очень скоро я объясню вам, почему цена биткоина падает вниз, каковы вероятные причины и как это связано с коином BNB, и факта того, что BNB стоит на грани пропасти, глубиной до самого 2021 года, когда цена ушла в памп. А также, почему Майкл Олфред в своем твиттере утверждает, что Binance на самом деле использует средства пользователей и продает эти средства для того, чтобы удержать цену BNB. На самом деле, это очень важно. И если ваши средства находятся на Binance, вам быть абсолютно осторожными. И даже если вы считаете, что все это SNS, и, кстати, есть большая вероятность, что все это SNS, SNS про Binance снова возвращается. И снова, снова, и снова. Мы это с вами уже видели, и я слышу мнение о том, что «А зачем ты рассказываешь эти новости про Binance, ведь это все SNS?» Но проблема в следующем. Я думаю, что это абсолютно в точности повторяет коллапс FTX. И вы знаете, я потерял несколько монет эфира на FTX. Так что, когда FTX начал падать, я думал, что это все SNS. Какого черта? Ведь это же Сэм Бэнкман Фрид. Это же Крипто Инштейн с самыми большими кучеряшками в индустрии. Ведь этот парень повязан с политиками. Да он спит со всем политическим истеблишментом. Кевин О'Лерри говорит о нем как о самом надежном человеке в крипто. Я думал, что да ни за что FTX не рухнет. Без вариантов. Я думал, что это SNS. Так что я заварю себе чашечку кофе. Отстаньте от меня. Завтра я, возможно, посмотрю, как все это устаканилось. А ребята займутся делом и все разрулют. И знаете что? В этот же вечер все пропало. Конец всему. И прямо сейчас, по мере того, как индекс силы биткоина входит в медвежий тренд, как мы полным ходом упали с 30К до 26К, мы видим, как Майкл Олфред выходит на сцену и говорит нам, смотрите, причина, почему падает цена биткоина, потому что Сизи его продает. Биткоин клиентов для того, чтобы удержаться на плаву. И биткоин снова вернется вверх. То есть месседж на самом деле бычий. По сути говоря, что этот дамп неорганический. Он вызван на самом деле бинансом, который его продает для того, чтобы удержать цену BNB. Но почему они хотят удержать цену BNB? Почему будет плохо, если цена BNB рухнет вниз? Что ж, потому что очень большая часть баланса представлена BNB. Если взглянуть на бинанс, то мы увидим, что большая часть их баланса представлена BNB. В точности, как FTX, схожести очень большие. У FTX тоже FTT был на балансе. И они использовали этот баланс, который был представлен обеспечением FTT. Они держали FTT на балансе, и они использовали этот баланс, чтобы брать кредиты. Чтобы использовать кредитные плечи и привлекать средства. А потом, что они сделали? Они купили FTT, чтобы поднять цену, чтобы вырастить свой баланс. и смочь привлечь еще больше денег. И что сейчас делает Binance, мы на самом деле не знаем. Сложно понять, что точно происходит за закрытыми дверьми. В точности, как FTX. Никто не знал, что там на самом деле происходило. И то же самое сейчас происходит с Binance. Итак, почему мы все должны использовать централизованные биржи для трейдинга? Как вы знаете, например, на этом канале мы используем часто Bybit. Там можно шортить, лонговать. На самом деле, абсолютно такие же вещи вы можете делать и на Binance. Очень похожие инструменты. Дело в том, что некоторые вещи делать очень сложно на децентрализованных биржах. Поэтому всегда небольшая часть моего портфеля будет находиться на централизованных биржах. Но я знаю риски. И как только замелькают тревожные сигналы, я мгновенно все выведу. На Binance у меня сейчас ноль. Может, это все СНС? Да хуй кто знает. Но я все вывел. Я получил... Ну, то есть, одно я знаю, что я получил урок из своей ошибки. На самом деле, я никогда не был на себя зол за совершенные ошибки. Потому что это всегда происходит. Если вы не делаете ошибки, вы никогда не учитесь. Лучше делать ошибки, чем их не делать. Например, когда я потерял несколько монет эфира на FTX, это была ошибка. И, в общем-то, я это заслужил из-за того, как в тот момент рассуждал. Я чрезмерно сильно доверял централизованным биржам. И не только с портфелем для трейдинга, а иногда и даже больше. И в тот момент, на самом деле, я никогда не был на себя зол. Потому что это стало для меня уроком. Но я безумно на себя разозлюсь, если, первое, я повторю свою ошибку, которую уже делал. И, второе, если вам, ребят, я это не объясню. И даже зная, что многие в комментариях напишут, что... Эй, он распространяет СНС. На самом деле, все нормально, а Сизи мы очень любим. Слушайте, я тоже очень люблю Сизи. Я уважаю его, так как он для индустрии сделал многое. И даже вспоминая то, что он сделал в последний бывший рынок, все эти проекты, которые он запустил на своем ланчпаде и так далее, это все фантастика. Но при этом, вы хотели бы, чтобы ваши деньги оказались в ситуации, когда один человек или несколько человек могут их полностью потерять. По любой причине. Нет, вы не хотите. И это простой ответ. Так что, ребят, по-любому движемся дальше. И первая тема, о которой хочу поговорить, это Сизи. Вы должны знать, вы обязаны знать, что пошла жара. Чем все это закончится и куда нас выведет, никто не знает. Может быть, что это всего лишь СНС. Я надеюсь, что это СНС. Я надеюсь, что ничего не случится, но... Безопасность лучше, чем, извините. Лучше знать, чем не знать. И сейчас решать вам. Напишите-ка в комментариях, что вы думаете по этому поводу. СНС ли это? Или вы согласны, что все по-серьезному? Давайте обсудим. Едем дальше. Весь этот СНС и ситуация с тем, что биткоин зарухнул, в конце концов, вы знаете временное. В конце концов, вы сами знаете, что это ненадолго. Потому что мы с вами видели так много всего происходящего в мире, на что биткоин является ответом. Смотрите ли вы на финансовую цензуру, когда, протестуя, вы оказались не в правильном месте, например, протест водителей в Канаде, или, может быть, что-то ляпнули в онлайне, или вы являетесь политиком партии, которая не пользуется поддержкой большинства, то ваш банковский счет будет заморожен. Абсолютно. Это случается постоянно. Это недавно произошло в ЮКей с одним из известных политиков. Это было в Канаде, и это будет в будущем. И не только с политиками, которые вам не нравятся, но также с политиками, которые вам нравятся, и не только с протестующими, которые вам не нравятся, но и с теми, которые вам нравятся. И какую бы власть вы не давали правительствам и истеблишменту, вы должны помнить, что эта власть будет использована против вас, так как истеблишмент постоянно меняется. Постоянно. Сегодня рулят партия красных, а завтра рулят синие. И наоборот. И вот почему так важно всегда помнить о свободе и собственном владении, о кастодиальности. Это очень важно. И не важно, какая партия стоит у власти. Вы можете их поддерживать, но не давайте им слишком много власти. Не давайте им больше власти, чтобы они одолели парней, которые вам не нравятся. Почему? Потому что в какой-то момент ребята, которые вам не нравятся, получат власть. И тогда ты окажешься в игре, когда они будут охотниками, а ты станешь маленькой антилопой, пытающейся убежать от федеральной машины. Будьте с этим очень осторожны. Поэтому это лишь один пример того, почему крипто так важно. Подконтрольная вам крипто. Кастодиальная. Ваша собственность. Все это очень важно. Но еще одна важная вещь – это правительство, у которого кончается время. ФРС больше не может поднимать ставки. Это повторяется снова, снова и снова. И прямо сейчас мы с вами наблюдаем сигналы от финансовых мейнстрим-аналитиков, от самых разных людей о том, чтобы поднять целевой уровень инфляции и уйти от 2% к 3%. И как Люк здесь пишет, это не только лишь вопрос поднятия цели на 1%. Речь про поднятие на 50%. То есть вместо годовой инфляции в 2%, согласно официальным данным, что является фейком, они пытаются сейчас хотя бы снизить инфляцию до 3%. И если это получится, они будут счастливы. Это, по крайней мере, та история, которую сейчас педалируют. То есть речь не про 1% пункт, а увеличение на 50%. То есть от 1 до 2% это рост в 50%. Мы объявим реальный дефолт для того, чтобы избежать дефолт номинальной, любой ценой. Очевидно, что проблема, которую мы сейчас наблюдаем, в том, что процентная ставка в настоящий момент очень, 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 очень высокая. Это очень важно. Давайте посмотрим, если у меня есть под рукой мой лайкнутый твит. Всегда сохраняю то, что мне понравилось в моих любимых шоу. Я буквально недавно видел, что... Да, вот он. Смотрите. Впервые доходность двухлетних банковских облигаций превысила 5%. Это важно. Это значит, для того, чтобы правительству занять больше денег, нужно платить такие проценты. Это доходность двухлетних облигаций, казначейских бондов, за 2 года. Мы такого никогда раньше не видели. И это просто невероятно. Вы получаете 5% за заем своих денег государству на 2 года. И вы должны понимать, что тренд, который вскоре достигнет 7%, а потом 10% всего лишь за 2 года. Это невероятно. Это просто безумно. Чистое безумие. Итак, мы с вами оказались в ситуации, когда правительство США платит больше проценты, чем тратит на оборонку. То есть больше по этим процентам. И ситуация продолжает ухудшаться. То есть вы сами видите, что математически нет возможности избежать этого краха. Но как этот крах будет выглядеть? Один из вариантов — это то, что называется номинальным дефолтом. Когда вы говорите, окей, у нас больше нет денег, и мы вам больше не можем платить. Есть, что есть. Денег нет, но вы держитесь. У нас дефолт. Делайте с нами что хотите. Нам пиздец. Это как если бы вы купили телевизор. У вас напряг с баблом, но вы реально хотите эту плазму. Плазма 65 дюймов. Вы ее покупаете. Ваша крипта уходит в дамп. Ваша жена вас бросает, потому что крипта ушла в дамп. А ваш работодатель вас также увольняет, потому что вы нихрена не работаете, а вместо этого скроллите крипто-твиттер. У вас нет дохода, и к вам приходит банк, а вы объявляете дефолт. У вас нет денег, а они с вами делают все, что захотят. И со страной все то же самое. Абсолютно то же самое. Но страна может печатать деньги. И вот почему мы на самом деле никогда не получим номинальный дефолт. Но может произойти реальный дефолт. По сути, разгоняя гиперинфляцию, обесценивая валюту. И сейчас повестка меняется. А, ребят, мы не вернемся к 2%. Это невозможно. У нас будет 3-4%. Есть что есть. Экономист, который в 2020-м говорил вам, что стимулирование не вызовет инфляцию, сейчас говорит, что это хорошая идея. Так? То есть, по сути, смиритесь с высокой инфляцией. Вы помните, что в 2020-м мы с вами обсуждали эту SDT, современную денежную теорию, как, по сути, вы можете устроить свою экономику на печатание денег. То есть, печатать бабло — это нормально. Согласно этой новой денежной теории. Но мы говорим, это бред, это полный бред, такая чушь. На самом деле, я даже точно не помню, что в ней говорится, потому что о ней не слышал с момента всего этого Ла-Ла-Лэнда. Итак, ребят, этот Ла-Ла-Лэнд, я вам скажу, когда этот Ла-Ла-Лэнд закончился, последний раз, когда кто-нибудь о нем слышал, об этой современной денежной теории, всех этих вещах, основанных на стимулировании, все это было вот здесь. Это когда рынки начали падать. В конце 2021-го, вот здесь Ла-Ла-Лэнд закончился. И с того момента мы оказались в совершенно другой реальности. Вот почему это важно. Биткоин не для того, чтобы разбогатеть, это для того, чтобы захеджироваться от неизбежного краха. Развивающийся мир продолжает накачивать за снегами и скользить все ниже. И последуете ли вы за ним? Хороший вопрос. Очень хороший вопрос. ФРС, и по сути, весь основной комментарий по этой статье был следующий. ФРС должна осторожно готовиться к большей инфляционной цели. Это важно. И аналогичное мы слышим и от Кругмана, который ожидает инфляционную цель в 3%, а дальнейшее поднятие ставки ФРС все разрушит. Знаете, что будет дальше? Бесконечно печатающий принтер запечатает брррр. И вы знаете это видео. Я не могу вам включить звук в текущей настройке, но в этом интервью, когда ФРС, точнее Джером Пауэлл, по сути, сказал, да, мы будем печатать. То есть, по сути, мы утопили систему в деньгах. Да. Точно. Ну ладно, окей. Эллиот, Эллиот, Эллиот Трейдс заявились и говорят, что мы в бычке. И слушайте, я согласен. Мы бэкуем, несмотря на то, что мы в короткосрочной медвежатине. И, кстати, еще одна вещь, о которой я вам забыл сказать. Этот медвежий тренд, на самом деле, только на битстампе. Он только лишь на графиках битстампа. Если посмотреть на график Coinbase, мы все еще... Хотя, нет, на самом деле, да, мы в медвежатине. На каком графике не было... Ааа, ща-ща-ща, подождите. На графике USDT? Ааа, тоже медвежатина. Да. Ребят, везде одни медведи. Ааа, да, забейте. Медвежатина повсеместно. Давайте включу свой BTC к USD на битстампе. В основном я юзаю битстамп, потому что он показывает очень долгую историю. В любом случае, на сегодня это все. Подведем итоги. Сейчас медвежатина, но на самом деле бычка. Ребят, медвежатина временная. Ничего бы ни происходило с Бинансом, просто будьте осторожны, осторожны. И, кстати, большой привет Бинанс и Сизи за все в целом. Так как в целом у меня ничего, кроме уважения, который построил с нуля Бинанс за несколько лет. Есть, что есть. И это фантастически. При этом одновременно у меня нет никакого понятия, что они там творят за закрытыми дверьми. Вы совершенно не знаете. Я не хочу, чтобы вы пострадали, потому что если вы пострадаете, вы выйдете из индустрии. Уйдете навсегда, а я не хочу, чтобы вы уходили. И я на самом деле не хочу покидать индустрию. На самом деле у нас общий стимул. У меня и у вас. Мы на самом деле в одной лодке. Я не для того делаю весь этот бесплатный контент, чтобы вы пострадали и ушли куда-то еще. Вы мне нужны для того, чтобы выжить. Мне важно, чтобы вы здесь были. И в следующем году, и в следующем за ним. И чтобы вместе мы смогли построить большой комьюнити, а вы были его частью этого движения. Потому что я не вижу никакого резона создавать бессмысленные видео. Мы все создаем это движение. Мы создаем движение тех людей, которые с нами. И для того, чтобы изменить мир, в направлении самостоятельной кастидиальности, по направлению к децентрализации, тому, что может устоять в этом мире. Потому что если мы это не сделаем, наступит цифровое рабство для всех нас и наших детей. И вот почему я не хочу, чтобы вы пострадали. Поэтому, что бы вы ни делали, обеспечьте свою безопасность. Поэтому, если вы по-прежнему используете централизованные биржи с массой своих денег, окей, но вы должны понимать, что вы делаете. Ребята, всем привет. И специально для вас самые основные моменты из недельного обзора от CoinBureau. На прошлой неделе крипторынок пережил более чем 10% падение. Качели начались в 11 часов по восточному времени. Когда цена биткоина начала свое падение. После чего даунтренд, продолжив некоторые движения, перешел в свою кульминацию. Все это поднимает вопрос, а что такого произошло в 11 часов? И похоже, что есть два возможных ответа. Первый связан с блуждающим по Твиттеру, или как сейчас его называют, Экс, слухом о том, что в судебном разбирательстве Грейскейл против СЕК ожидается решение. По имеющимся данным, были огромные ожидания, что Грейскейл победит. Если кто не помнит, то Грейскейл подала в суд на СЕК, потому что последняя не разрешила конвертировать Грейскейл, ее биткоин-траст, в биткоин-спот ETF. И, как обычно бывает со слухами, когда назначенное время наступило, ничего не произошло. Очень вероятно, что незадолго до этого группа трейдеров зарядила хорошие ланги с огромным плечом, ожидая крупной ралли на хороших новостях. А отсутствие новостей могло запустить ликвидационный водопад. Второй причиной мог стать анонс, который вышел примерно в 11 часов. Новость о том, что GSR, старейший крипто-маркетмейкер, начал сокращать свою операционную деятельность в США. Для крупнейших инвесторов это могло стать сигналом, что регуляторное давление в США продолжается. Помимо этого, GSR сообщил, что начал продажу своих альткоинов, с которыми он выступал как маркетмейкер. Но есть и хорошие новости. Эфир за последнюю неделю показал себя потрясающе. По крайней мере, в паре к биткоину. Как вы, надеюсь, видели, эфир был на грани от того, чтобы провалиться ниже в паре к биткоину. Но внезапно показал нам ралли, который сейчас направляется вверх на дневном таймфрейме. Бычий сигнал. И это внезапная сила эфира почти на 100% из-за новостей о том, что SEC намерена одобрить ETF по фьючерсам эфира. Но в любом случае, причина того, что новость об ETF по фьючерсам эфира такая важная заключается в уверенности того, что такое решение принесет регуляторную ясность для эфира. Для информации, похоже, что SEC уверена в том, что эфир является незарегистрированной ценной бумагой. Одобрение ETF по фьючерсам эфира может сделать обоснование этой позиции сложным. И самый большой риск для крипторынка — черный лебедь приплыл из Китая. Дело в том, что из-за массивных проблем в экономике Китай может начать преследовать крипто для снижения рисков вывода капитала из страны. Пока еще этого не произошло. Но недавнее развитие ситуации в экономике и геополитике, похоже, увеличивает вероятность наступления таких событий. Для начала, китайский сектор недвижимости, похоже, терпит бедствие. Опять. По последним данным, более 40% градостроительных компаний обанкротились за недавнее время. Неудивительно, что и розничный сектор Китая также сокращается быстрыми темпами, а рост промышленного производства даже не приближается к запланированному темпу. И прелая вишенка на торте. По последним данным, китайские власти перестали публиковать данные о безработице молодежи после изначальной новости о том, что она достигла рекордного уровня более чем в 20%. И подливает масло в огонь угрозы ответных действий Китая в кавычках «мощно» и «решительно» на недавний визит лидирующего кандидата в президенты Тайваня в Соединенные Штаты. Похоже, что данный ответ включает в себя еще больше симуляций полноценного вторжения на территорию Тайваня. И в итоге всего этого правительство США ответило еще большим ограничением инвестиций в своего главного политического оппонента. С учетом всего вышесказанного, очень похоже, что что-то скоро произойдет. Единственный лишь вопрос – что именно и когда. Но аналогично тому, что произошло с криптом на прошлой неделе, никто не знает истины. Единственное лишь, что определенно – это то, что нужно быть осторожным в такие времена. И, конечно же, это не финансовый совет. Субтитры создавал DimaTorzok